Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь продолжаем серию передач «Люди, события и факты». И сегодня у меня в гостях представитель Общества Белорусской культуры и Водовирума БС Изнаида Клыга. Здравствуйте, Изнаида! Добрый день! Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам на передачу и поговорить сегодня о вашем, не о вашем, а о нашем белорусском обществе, которое вы возглавляете. Мне так само хотелось бы на своей родной мове поветать людей, которые будут слухать нашу передачу. Пробачьте, коли ласка, что я буду размавлять с Антоном на российской мове, а ли вы же все разумеете российскую мову. Так если понять, что вы сказали, что сейчас будете говорить Антоном на русском языке, и вы все понимаете русский язык. Очень приятно, большое спасибо, что развалили нашу передачу именно белорусским слогом. Наверное, перейду сразу же к вопросам, что время наше ограничено. И, наверное, первый вопрос будет связан, конечно, с историей создания белорусского общества. С удовольствием расскажу о том, что когда-то давным-давным-давным-давно, уже более 25 лет назад, простой белорусский парень, который жил в Кивили, ездил по Эстонии на велосипеде, писал стихи на белорусском языке, и, наконец, такой Владимир Дегтярук узнал, что в Таллине организовались белорусы, объединились в свое общество. И однажды, зная, что мы тоже белорусы, он позвал нас с Маргаритой Остроумовой поехать на одно из заседаний в Таллинн. Там ожидались гости из Минска. И вот, побывав на этом собрании, на этой встрече, мы возвращались поездом в Кохтлоярве, в Ихве, и именно тогда в поезде и было решено, давайте соберем тех белорусов, которые живут в наших краях, и организуем какое-то объединение свое. То есть, получается, идея зародилась в поезде? В поезде 20... То есть, очень интересно. Более чем 25 лет назад. То есть, получается, в скором будущем вы будете уже праздновать юбилей, да? Да, в марте, в марте 2014 года мы будем праздновать свой юбилей, 25 лет. То есть, получается, ваше общество уже было создано еще, как сказать, при советской власти? Да, абсолютно точно. То есть, как бы уже перечислено. Оно было третьим. До нас организовались еврейская община и ингерманландские финны. И, получается, и белорусская? И белорусская третья. Третья была. Очень приятно. А вот кто эти люди сегодня в белорусском обществе и сколько всего человек? Ну, кто люди в белорусском обществе? Белорусы, местные белорусы, белорусы, Кохтлоярви, Ихви. И прежде, пока не было в Силамяе объединения своего крыница теперь, и силамяйские белорусы к нам приходили. Сколько нас? Это трудно считать. Если взять по списку тех, кто платит взносы, то это получается человек 35. Если взять тех, кто бывает на наших мероприятиях из белорусов, на таких локальных мероприятиях, там бывает и под сотню людей. А если мы делали большие мероприятия в зале культурного центра Кохтлоярви и в Ихви в свое время, в октябре, залы дополнялись полностью. Актив? То есть, как бы, есть актив, конечно, безусловно. Да, конечно, актив. Актив это где-то человек, ну, 20. Как обычно. То есть, как бы, все не могут быть активными, безусловно, есть определенные, которые всегда активны. И, наверное, перейдем к такому вопросу. Какие, на Ваше взгляд, основные задачи сегодня стоят вперед белорусским обществом? Как проявляется Ваша деятельность? Ну, наши задачи были сформулированы для нас самих в самом начале. Самое первое, о чем мы беспокоились, это о том, чтобы нас не занесли просто так скопом в русскоязычное сообщество, чтобы мы, точно так же, как эстонцы, создавшие собственную республику и ощутившие себя членами эстонской нации, ее детьми, мы хотим тоже чувствовать себя детьми своего народа. И вот белорусов здесь достаточно много, потому что на работы сюда вербовали, присылали. Белорусов очень много. И, конечно, нам хотелось, чтобы люди белорусской национальности, живущие в Эстонии, живущие здесь, в Идавирума, поняли свой язык, узнавали свою историю, которую сумели до неузнаваемости изменить в советское время. История дело такое, которое она постоянно трактует. Да, и тем не менее, хотелось бы, чтобы историю Белоруссии знали наши люди, чтобы знали культуру свою, свой язык, и чтобы вот эта преемственность национальная, пусть меня упрекнут в национализме. Это хороший национализм, когда я хочу знать, кто я, что я, и вообще, какой мерой я принадлежу к своему народу. И самое главное, конечно, добавлю, что именно сохранить культуру. Да, мы это и делаем. Да, у всех есть дети, у всех есть бабушки, дедушки, то есть как бы есть поколение. Из поколения в поколение, поэтому, безусловно, как бы... Самое грустное, что в свое время вот эта преемственность была разорвана. Вы молодой человек, и вы этого не знаете, но в свое время, когда десятилетиями люди заканчивали учебные заведения в том же Минске и распределялись на шахты, на заводы в Эстонию... Кто куда? Кто куда? Я буду говорить об Эстонии. В Эстонию. Там, на Беларуси, оставались дедушки, бабушки, родители. А здесь возникали разорванным кустом новые семьи. И далеко не все были в состоянии передать своим детям то, что когда-то знали они там, на Беларуси. Цепочка рваной цепочки. И это беда не только белорусов, это беда практически всех. То есть, получается, 15 республик, которые входили в тогдашний состав Советского Союза, да, да. 15 республик номинально и общая территория, общность, советский народ. Советский народ – это общность совершенно неправильная, потому что, будучи просто одним из многих, не имея собственного лица, невозможно оставаться полноценной личностью. Должна быть какая-то преемственность, связь с тем, откуда ты… Очень хорошая, да, фраза, действительно, которая… Так должно быть. Перейдем, наверное, дальше. Наверное, к такому одному из важных, наверное, вопросов, важных аспектов, моментов. Это, наверное, конечно, финансирование. Потому что, далеко не секрет, любое общество, конечно же, оно должно как-то финансироваться, должно как-то существовать. То есть, такая проблема глободневная, которая ко всем относится. Вот как осуществляется финансирование ваше общество и как часто вы собираетесь, где это происходит? Самая большая проблема, наверное, это отсутствие средств. Особенно в сегодняшнее время, когда всё надо купить, всё стоит больших денег, а денег этих у нас практически нет. Я не могу грешить против истины. Какие-то деньги мы получаем благодаря тому, что входим под зонтик интеграционного центра «Ида Вирума». Это как-то престарейшинный, да? Престарейшинный, да? Нет, нет. Интеграционный центр, он сам по себе. Престарейшинный у нас есть круглый стол. Это организация, которая не имеет никакого отношения к деньгам. Она именно потому и существует так много, что это чисто, даже не зарегистрировано. Инициатива. Это инициатива снизу. Чтобы наши телезрители немножко как бы разобрались. Мы собрались, договорились, что мы будем встречаться ежемесячно, обсуждать наши планы, передавать свои пожелания, готовить какие-то общие мероприятия. Но мы там никогда не касаемся никаких денег. А вот интеграционный центр, он благодаря собственной инициативе, благодаря Министерству культуры, то есть правительству Эстонии, получает на нас небольшие деньги. Очень небольшие, потому что они называются базовое финансирование. Но там как бы заложены канцелярские товары, аренда, помещения, то есть насущные затраты, без которых невозможно прожить. Но нам надо сказать, и этих денег практически не хватает, потому что аренда. Вот сегодня у нас мы арендуем помещение общества Пайки Секир, и мы платим только за факт того, что мы арендуем это помещение, за каждый квадратный метр ежемесячно мы платим евро. То есть 35 евро мы отдаем просто так за то, что мы в этом помещении. Это без коммунальных. Это без коммунальных. Без коммунальных, безусловно, вот именно, что без коммунальных. Мы переехали в Маево, это помещение, оно находится в бывшем молодежном центре, в Ихве, на улице Сомпа, 5А. Да, да, да. Вот, и у нас нормальное помещение, но оно очень дорогое. Я пока даже не знаю, как зиму мы справимся. А кроме того, конечно, мы обращаемся за финансовой поддержкой в Ихвеевское волосное управление и в Коклайровское городское управление. Очень небольшие деньги мы получаем. Но получаете. Мы получаем меньше, ну, где-то порядка 150 евро на год. Это не деньги. Понятно. Но, может быть, иногда, вот я очень надеюсь, что когда у нас такие огромные мероприятия, ожидаются, может быть, мы сможем что-то еще получить. Но факт тот, что этих денег практически нет. Мы сами пытаемся писать проекты. Но в прошлом году я написала проект на проведение четырех мероприятий. И это такая дикая головная боль. Мы получили небольшие, совершенно небольшие деньги. Но получили, самое главное, получили. Получили. Но все, что потом, вот эта вот бухгалтерская работа, она убивает всякую творческую инициативу. Потому что, когда ты подумаешь о том, сколько тебе придется писать, отписываться и держаться за голову, потому что неизвестно, насколько это, как будет воспринято. А я, например, совершенно никогда с финансами, кроме домашних, не имела. Ну, конечно. Поэтому для меня проблема. Спонсоров у нас, к сожалению, нет. Многие общественные организации, в том числе и национальные, говорят, что у них есть возможность получить поддержку стран, своих стран. Но Беларусь нам в этом смысле ничем не может помочь. А посольство бывает? Ну, у посольства нет денег. У посольства нет денег, и мы не ждем от них денег. Слава Богу, если посольство позволит нашим людям при большой необходимости получить визу без консульского сбора. И я вот думаю о том, что, наверное, все-таки белорусские люди здесь и до верума действительно очень бедные, даже те, которые богатые. Потому что истинно богатые люди, им несложно помочь другим, понимая, что у них еще много остается. Наши богатые люди, наверное, все-таки бедноватые, и никому в голову никогда не придется сказать, о, Бесс, у вас столько проблем, а у меня немножко лишнее. Возьмите. Уверяю, да, уверяю, что никто из нас не получает ни одной копейки за свою работу. Больше того, вот я езжу на своей машине, это бензин, все, это на моем кошельке, пенсионерском кошельке. Да, и когда мы делаем какие-то мероприятия, приемы, мы несем из дому, мы складываемся, говорят, взносы. Да, мы платим взносы, но что такое взносы? То есть финансовая сторона, она очень больна. И надо быть очень отданными вот этому делу людьми, чтобы вот эту работу тянуть в течение 25 лет. Подвести итог, если сказанному, то получается, более людей энтузиасты. Конечно. На чистом энтузиазме. Абсолютно, абсолютно. И слава Богу, что очевидно среди нас в основном те, кого поддерживают в семье. Потому что если нет, то и нет. Поэтому, да, это очень печально, но я пожелаю вам, чтобы в будущем нашлись те спонсоры, которые бы, возможно, помогли бы. Конечно, как бы это может быть, как сказать, одеть розовые очки или не снимать их. Но я надеюсь, что в любом случае, надеяться нужно все, надеяться должна присутствовать, безусловно. Поэтому поживем. Конечно, мы будем ждать, надеяться. Может быть, куда-нибудь обратимся, если узнаем, что кто-то может. Я знаю, что ваше общество очень активно участвует в различных проектах, которые проводятся на территории Ихве. Ну, берем Модавирома, да. Да, Модавирома. Два проекта, которые мне приходят сейчас на ум, это, наверное, первый из них, который прошел буквально совсем недавно. Это творческий фестиваль национальных культур в Модавиром. И до этого, так же сейчас стартовал, это национальная кухня, да? Ну, национальная кухня закончилась в феврале. Он шел до 11 месяцев, ну, очень много о нем информации было. Это, да, проект, в котором участвовали практически все национальные организации уезда. Девять из них конкретно представляли свою кухню. А сейчас, вчера, мы получили шикарный подарок. Мы закончили работу над книгой, которая объединила рецепты, рассказы о национальных кухнях различных народов. И у нас получился сборник кухни разных народов. И он такой красочный, в нем много иллюстраций, в нем есть масса рецептов. Значит, это украинцы, русские, белорусы, татары, узбеки, поляки, эстонцы и евреи. Вот, девять разделов, причем книжка такая поворотная. С одной стороны открываешь по-эстонски, с другой стороны по-русски, а в середине иллюстрации. Такой интеграционный проект. Да, это действительно интеграционный проект. И он адресован всем. Другой вопрос. Деньги, опять-таки, по проектам, которые были сделаны интеграционным центром, смогли издать эту книжку минимальным тиражом, по-моему, 50 экземпляров. Опять-таки, раздать именно обществом. Мы получили одно общество. Вот я редактор-составитель. У меня нет своих авторских экземпляров, и я не ропщу, потому что действительно это и дорогое удовольствие, и не было возможности сделать больше. Но единственное, что радует, вот сейчас у меня в руках этот будет сборник. Я его покажу членам нашего общества, всем знакомым, и мы попробуем собрать заказы. Стоимость одной книжки будет равняться 10 евро. Это дорого. Но и качество высокое. Там глянцевая печать, печать фотографий. И тогда интеграционный центр обратится к печатному издательству. Чтобы вновь, можно сказать, возобновить тираж. Чтобы дополнить тираж. И тогда его можно будет представить другим. А в электронном виде, наверное, нет? Ну, фигушки, как говорится. В электронном виде это слишком было бы легко. У меня в электронном виде есть практически все. Потому что оно прошло через мои руки. А чтобы действительно люди получили качественное, нам надо собрать деньги. Конечно, безусловно. Я считаю приятным держать красивую книгу. Безусловно. И сразу же покушать захочется. И не только себе. Ее легко и приятно подарить. Подарить. Вот самое надо подарить. Да, обязательно. Потому что... И чем еще хороша она? Потому что, когда смотришь фотографии, то ты видишь, о, знакомые лица. Лица наших людей. Не, конечно, приятно. Людей нашего города, уезда. Уезда, да. В любом случае приятно. Приятно. Это все благодаря Александру Робертовичу Дусману. Настолько неуемный человек, настолько энергичный, настолько он вот это все умеет организовать и организовать людей, которые помогут. Сама слажена. Да, это его работа. И «Лун и пада». Лун и пада, вот этот фестиваль творческий, он уже нынче прошел в десятый раз. Это был юбилей. И, конечно, с каждым разом он растет. Нынче было столько выставок, столько было, 12 только мастер-классов было в залах концертного дома Ихвистского. Была конференция очень интересная, на которой говорилось о творческом наследии нынче год. Да, нынче год, да, именно который был Министерство культуры. Говорилось о том, что это такое, каким образом это наследие надо бы сохранять, что делается в этом направлении в Эстонии. И тут же говорилось о том, как сохранить кулинарное наследие Эстонии. Что не маловажно. Да, выступала, к сожалению, не помню имени, но женщина, какой-то директор какого-то большого ресторана и, видимо, научный работник, потому что ее доклад был как раз связан с исследованием эстонской кухни, эстонской кулинарии, технологии и тому подобное. И задачами, которые стоят перед ними. То есть это было очень интересно. На любом случае, стоят перед обществом задачи коммуникационно. И что было еще интересно на этом творческом нашем фестивале вчерашнем, который проходил под патронажем, скажем так, польского государства. Да, да. Она сама шьет, она сама ставит танцы. И вот они показывали эти танцы. Это очень прекрасно. Это нужно видеть. Это нужно видеть, с каким трепетом. И, кстати, это нужно еще заглянуть в ЖЖ этой Малиновской и посмотреть, чем заняты ее дни. Она буквально этим живет. Сегодня она нашла такую-то книгу. Вот люди возрождают то, что не утрачено, но забыто. Забыто, да. Сегодня в Дельфе под статьей Капова какой-то жуткий тип написал о старых мразматичках, стародавних костюмах. Для кого они вообще это все делают сами для себя, это никому не нужно. Это уродство. Конечно, неприятно. Человек так думает, потому что на самом деле то, во что мы там одеваемся, то, что мы несем на такой фестиваль, дает людям сторонним, еще не проникнувшимся вот этой мыслью, что надо сохранить свое, дает хотя бы какой-то толчок к осмыслению. А вот как оно было. Вот это наши цвета. Это цвета моего народа. Вот зеленый цвет, мусульманский цвет, и в сочетании с другими цветами, это цвет наших мусульман. А вот синий цвет у евреев, а вот бело-красный цвет у нас, или желто-блакитный у украинцев, это наши национальные тона. Конечно, конечно. И люди осмыслят по-другому, они вспоминают свою принадлежность, именно свою, как сказать, свою, как сказать, вот... Люди становятся богаче, хоть на какую-то толику богаче, не звонкими монетами-евриками, да, желтыми, а именно здесь, вот здесь люди могут представлять мир по-другому. Кто-то как-то сказал, мы должны соединиться все вместе и быть вместе так, как вот вместе, вот белый цвет, он в себя собирает все цвета радуги. Объединяет. Объединяет. С одной стороны, правда. Если соединены натуральные краски, и каждая из них в отдельности, то получается вот это соединение. А если собрать на мольберте, собрать белую, красную, зеленую, коричневую и так далее краски вместе, или краски радуги, и смешать, что мы получим? Мы получим грязное пятно, не более того. Поэтому смешивать нас не надо. Надо радоваться тому, что мы как в реальном белом свете существуем каждый сам по себе. По себе, по отдельности. Как мы приходим в мир по себе, так мы своими национальными корнями тоже каждый сам по себе. Люди должны понимать, подводя итог, люди должны понимать, откуда они, и прочутся через себя, что к чему они принадлежат, какой нации они принадлежат. И у них есть возможность. Да, почему не, потому что сегодня на самом деле водоверами созданы все условия, чтобы люди смогли вступать, именно, так сказать, более красочно делать свою жизнь. Потому что многие люди не должны привыкать к тому, что работа дом, должна быть еще другая сторона, именно духовное развитие, которое можно получить через такие подобные мероприятия. Человек расслабляется там. Он не должен стрессовать, стрессом получать, а именно отдыхать. Также общаться с другими людьми. Общение есть общение. Это такой отдых на другом качестве. Это не за бутылкой, это не... Или на кухне где-нибудь туда. Да, или на кухне. Это немножко другое, потому что это на виду. Конечно. Это то, что поддерживает достоинство каждого. Это очень красиво. Это приятно на самом деле, поэтому огромное спасибо организаторам, которые это организовывают, именно водоверами. Это сейчас делается везде. И водоверами, надо сказать, у нас довольно много национальных организаций. И судя по работе круглого стола, мы видим, насколько настойчиво и детально работают общества. Слава Богу, появилось и очень эффективно работают русские общества. Ведь в своё время русские общества были в стороне. Вот ещё славянские создавали какую-то смесь. А теперь есть русское общество Кохтлаярве, русское общество Силамяя, русское общество, которое возрождает русскую культуру. Ведь мне кажется, что на бывшем советском пространстве больше всех пострадала русская культура. Потому что в неё накидали всё, что возможно и невозможно. И не оставили практически варианта остаться русским человеком. Русских практически нет. Они, как правило, ассимилированы. В котле все крутят. Вот, в другом котле. И я, например, очень рада, что есть вот эти русские общества. И наше белорусское. Поэтому, пускай, да, самое главное, что было с сотрудничеством, безусловно. И время подходит всё-таки к нашей передаче к концу. И, наверное, постараюсь, так сказать, в сжатом так виде задать ещё парочку вопросов. Давайте, да, продолжим. И, наверное, поговорим про проблемы. Каждая общества, существует проблема, да. Какие сегодня проблемы присутствуют в вашем обществе? Ну, мы об одной проблеме уже поговорили. Да, да, да. Конечно. Давайте, что ещё? Знаете, какая огромная проблема? Мы её тоже чуть-чуть затронули. Это проблема старения общества. Вот то, что разорваны узы национальные, да, разорваны семьи, разорваны... Здесь уже появились люди, семьи и поколения, которые выросли на чужой земле. Здесь. Они, может быть, сохраняют в какой-то мере собственную культуру, но только остатки, ошмётки её. И молодые люди, как правило, уже не воспринимают то, что где-то в памяти и, может быть, в сердце у их родителей. Поэтому довольно сложно ожидать притока молодёжи. Да, к нам приходит молодёжь. В своё время, когда мы начинали, у нас практически у всех были маленькие дети. И эти дети были рядом с нами. У нас была воскресная школа. И мой маленький сын, которому... Самый маленький, которому в 89-м году, когда мы начинали, было только три года, он рос вместе с нашим БЭЗом. С обществом вместе. Да, и он ездил со мной на съезд белорусский. И, конечно, он что-то воспринимал, более того, в Минске. Я принципиально говорила с ним и со всеми на белорусском. Хотя это там не приветствуется. И он это воспринимал нормально. Но у него, опять-таки, уже нет этой среды. Он живёт в Таллине. То есть только Миндалите? Его дети будут уже... Я не знаю, кем. Я не знаю, кем они будут. Ассимилируются ли они в эстонскую среду. Или они останутся вот кем-то там, у которых будет... Может быть, сейчас не пишут национальность. Но, как я понимаю, даже если не записана национальность, каждый из нас, где-то там, в глубине, даже если в семье несколько намешано разных национальностей, всё равно имеет какое-то предпочтение. Это то, что заложено вот там, в спинном мозгу. На генном. Да, на генном уровне. Потому что мне говорят, как ты, не жившая на Белоруссии вообще, с полутора лет живущая в Эстонии, как ты знаешь такие слова на белорусском языке? А я порой не знаю, откуда они. Да, я очень много на белорусском читала. Но они приходят откуда-то вдруг. Нужное слово. Генный уровень. Не просто так, конечно. Вот у нас сейчас молодёжи мало. Молодёжи мало. Хотя есть некоторые надежды. Вот, например, у нас появилась новая женщина с прекрасным голосом, Надежда Мицкевич. У неё дочери. И я очень надеюсь, что её девочки, они молодые, но взрослые. У них тоже, у некоторых есть уже дети. Что они чуть-чуть там со своими домашними делами справятся. И придут к нам. Потому что, ну, просто замечательные люди, которые знают и чувствуют себя, как белорусы. Вот. Так что такие проблемы. Да. Пожелаю, безусловно, чтобы молодежь побольше к вам, как сказать, подтягивалась, говоря таким сленгом, да, сегодня, чтобы больше народу приходило в общество и разделяло вашу культуру. Да, вот вчера на Лом и Пада, если посмотреть даже по снимкам, сколько там детей. Конечно, конечно. Вот я не знаю, что они возьмут, только то ли, что они нарисовали там лошадку или ещё что-то, но дух этого праздника. В любом случае у них останется в памяти. В любом случае, конечно, в памяти останется. И это не, это, 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 это хорошее зёрнышко. Не, в любом случае, каждый человек должен с молодым. В любом случае, молодёжь – это будущее. Без этого никакого. Это будущее поколение. И, наверное, последний мой будет вопрос, это, наверное, поговорим о будущих планах. Хоть мы немножко затрагивали, да. Да. Какие мероприятия вот сегодня ждут в будущем? Вы знаете, я могу сказать, что у нас, конечно, план делается с марта по март. И у нас уже этот свёрстанный план. Но самое главное, да, зимой в январе у нас будет праздник Каляды, то Рождество. Когда гадает, нет, вроде? Гадает, 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 и всё делают. Ну, это Каляды. Конечно, будут эти Каляды. И самое главное, у нас будет подготовка к 25-летию, на которую мы будем приглашать из Белоруссии, приглашать местные белорусские организации, будем приглашать из посольства. Наше руководство городское, уездное, властное. Ну, то есть, всё-таки 25 лет – это веха. И если иметь в виду, что в течение этих 25 лет, без всякого перерыва, ну, разве что на болезни, вот в числе активистов находится Маргарита Остраумова, ну, я. Володя Дегтярук как-то уже, наверное, лет 15 назад как-то от нас отодвинулся. У него своя творческая жизнь, и дай бог ему силы на неё. Мы очень надеялись, что он как-то всё-таки вернётся, но пока не получается. Но факт тут, что вот такие люди, как Маргарита, у нас ещё есть в составе нашего общества. Те, которые были на самых первых наших заседаниях 25 лет. Четверть века. Четверть века. Это вообще как мне. Мне 24 сейчас. О, у вас ещё не было, когда мы уже ехали в поезде. Да, 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 мы в поезде ехали, да. Такое было, да, вот в любом случае поэта. Я думаю, что вам завидно. Не, конечно, безусловно, мне завидно. Поэтому я пожелаю действительно, чтобы это грандиозное мероприятие, четверть века до 25 лет вашему обществу, именно белорусскому, прошло шикарно. И чтобы все силы, я думаю, что после, наверное, после Нового года, или уже сейчас на подготовку идёт. Мы подготовимся. Чтобы всё это прошло слаженно, да, чтобы люди пришли, безусловно. Я думаю, что ещё это будет очень сильно освещаться, потому что ещё время есть. Ух, не знаю. Ну, постараемся. Ух, не знаю. Мне бы хотелось, конечно, чтобы кто-то оплатил нам аренду концертного дома. Это всё... Потому что нам этого не подтянуть. Конечно, да. Дом культуры Кохт-Лоярвия, который всегда, гости, приемно нам распахивал двери, к сожалению, на большом ремонте. И поэтому им воспользоваться нельзя. Сумпа находится далеко, и это неудобно. Ах, там и замечательный клуб, но он тоже маленький. Он тоже маленький. Я думаю, что вот на 25-летие нам бы, конечно, надо было бы. Но я буду просить помощи. Мы будем надеяться, да, что... Я, наверное, сильно напомню нашему телезрителю, который, может быть, сейчас включил нашу передачу, да. Хотел бы напомнить, что сегодня в гостях нашей передачей была Зинаида Клыве, которая является предписателем общества, предписателем общества белорусской культуры, Водавирма, БЭС, да. Это сирень по-русски. Белорусско-эстонское сгуртование БЭС, сирень. Вот поэтому напоминаю, да, Зинаида, большое спасибо, что вы нашли время. Я хочу пожелать вам искренне хорошей работы, перспективной работы, да, чтобы все-таки было побольше молодежи, молодежь чувствовала, и чтобы люди ценили то, что вы делаете, и чтобы все мероприятия, которые были запланированы на будущее в вашем плане, и, конечно, за 25-летие, и предстоящие мероприятия, которые поют 13 октября, пошло очень успешно. Я очень надеюсь. У нас не бывает безуспешных. Поэтому, в любом случае, чтобы все было слаженно, красиво, чтобы зритель порадовался. Все-таки это все-таки делается для публики. Это делается в первую очередь для себя. Да. Потому что это потребность людей в самовыражении, и нет большей награды, когда ты понимаешь, что ты сделал что-то, а хорошо тем, кто вокруг. Безусловно. Поэтому еще раз обращаюсь к нашим телевизорителям. Если у вас есть какая-то тема, или вы хотели бы, чтобы мы пригласили в студию, или обсудили какую-то проблему, какой-то факт у вас есть, пожалуйста, свяжитесь со мной. Сейчас вы видите на ваших экранах номер телефона мой, либо электронную почту. Поэтому, если здесь какая-то тема, милости прошу, обращайтесь, и всегда будем рады поднять ту или иную тему. Поэтому, за это еще раз огромное спасибо вам. Желаю вам удачи. А я благодарю вас за возможность вот так, может быть, впервые, вот так много поговорить о том, что у меня болит. Информационно осветить, конечно. Спасибо большое. Поэтому всего хорошего вам. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова